Я надеваю желтый пиджак, галстук-бабочку, желтую шляпу, чтобы сразу было понятно, что сейчас что-то будет происходить. Когда я начинал в 1983 году, люди все еще использовали пишущие машинки. Компьютеров почти ни у кого не было. Но по прошествии времени она превратилась в старомодную вещь. Впрочем, то, что я делаю на улице — обычный разговор. Он ведь тоже становится старомодным. В эпоху девайсов многие уже забывают, что это такое — говорить, слушать. Как я это делаю? Я разговариваю с человеком, пытаюсь вникнуть в саму его суть, а затем прямо перед ним очень быстро пишу. Иные написанные рассказы могли бы иметь смысл для широкой аудитории, но тут я пишу личное, только для этого человека. Это получается уникальный какой-то вид искусства. Некоторые люди очень одиноки. Ко мне иногда подходили люди, для которых разговор со мной был первым за многие годы. И удивительно, но речь часто идет о вещах очень интимных. Мне рассказывают о потере любимого человека, о разводе. Я полностью открыт для них. Я никогда никого не осуждаю, даже если мне рассказывают самые странные вещи, например, о совершенном преступлении. Я хочу выслушать и принять их, какими они есть. Знаете, я ведь и жену свою так однажды встретил, когда писал для нее свою повесть за 60 секунд. Он был симпатичный, с очаровательными веснушками. Он расспросил меня, как он расспрашивал всех о моей жизни и написал мне утешительную историю, в которой говорилось, что однажды я буду бродить у океана, у которого и встречу своего человека. А эту историю он писал мне, сидя неподалеку от океана. Много лет спустя он сказал, что никогда не предсказывал подобных вещей. Мы вместе уже 30 лет. Итак, когда-то я был редактором в одном из чикагских журналов. Мне было чуть за 20, и редактором мне было работать скучно. Мне хотелось приключений. И вот в апреле 1983 года я вынес свою старинную пишущую машинку на улицу на Мичигановине, главный у них в Чикаго. Я очень смущался и нервничал. Я сел, поставил свою табличку «Повесть за 60 секунд» и начал. «Сэр, не хотите вы рассказать о себе?» «Мисс, а вы не хотите?» Все меня игнорировали. А потом вдруг подошла пожилая женщина и спросила, а что это вы делаете? Собираюсь писать истории. И поговорив с ней минуту, я начал писать. Я занимался этим пару часов и заработал около 50 долларов. Мой начальник говорил, «Дэн, не совершай эту ошибку. Я поблагодарил его за совет и переехал в Нью-Йорк и больше никогда не оглядывался». Когда начался ковид, я больше года сидел дома и тосковал. Я мечтал, что, когда это все закончится, я снова выйду на улицу, как когда-то, вернусь к своей первоначальной идее. Это и есть мой мир. Я сам его изобрел. Мои уличные истории – это не просто фотографии людей. Это моя творческая интерпретация услышанного. И да, это безумие, что у меня есть уже 50 тысяч маленьких историй жизни. Мне кажется, людям едва ли не больше самих рассказов нравится сама идея, что есть кто-то там, кто слушает и ждет именно тебя. И, возможно, мир бы стал лучше, если бы у всех была возможность кому-то рассказать свою историю.